10 марта 2002 года, спустя 15 дней после попытки убийства Маши, маньяк встретит на том же пятачке возле метро очередную жертву 13-летнего подростка Мишу Лобова. Ко мне подошел, спросил, хочешь подработать денег? Где это было? Это было на кохотке. Да. Я ответил нет сначала. Он мне как-то предлагал 100, 200, 300. Я ответил, сказал, нет, не хочу. 18 декабря 2006-го, очная ставка. Михаил Лобов рассказывает, как серийный убийца заманил его в Битцевский парк под тем же предлогом, что и Машу Веричеву. Дошли до колодца до этого, он открыл мне и сказал, мне ближе подойти. Я подошел, он меня туда сбросил. На опознании Михаил Лобов должен указать человека, который столкнул его в восьмиметровую шахту канализации. Ты сам туда прыгнул? Нет. А кто? Кто тебя скинул? Вот этот человек, да? Пожалуйста, назовите, представьте. Но вместо маньяка Лобов показывает на случайного человека подставное лицо, приглашенное в роли статиста. По каким признакам ты его узнал? Ну, просто такое лицо. Лицо такое лицо, да? Битцевский зверь результатом опознания недоволен. Он что-то не состыковывал. Ну, сейчас вот и разбираемся. Это вроде будут шапки так, как было. Следователь Супруненко просит Лобова еще раз внимательно посмотреть на присутствующих. Михаил, вот этого ты человека знаешь? Первый раз видишь? Никаких отношений с ним нет. Александр, тот же самый вопрос. Знаешь этого человека? Я видел его. Видел. Позже следователь расскажет, неуверенность Лобова это заранее просчитанная уловка. Надо было заставить подозреваемого проявить свою звериную суть. Вот ему... Как же так? Он такой великий, а на него никто не обращает внимания. Он говорит, нет, я буду давать показания, вот слушайте меня. Издравляю. Гопера в полноночьях, в своем новом делу, нашли безумно показания. Следователь Супруненко уточняет, в какой именно колодец он сбросил подростка. Это в тот же колодец, что и Веречевый сбросил? Да, что и Веречевый. Продолжение следует. Продолжение следует...